Добрый день! Сегодня мне хочется рассказать вам о начале соперничества между Новым и Старым Светом, и как следствие этого постройка первого в мире колеса обозрения. В 1893 году в Чикаго состоялась Всемирная Колумбова выставка. Это был первый шанс Соединенных Штатов Америки показать, что им удастся организовать столь масштабное мероприятие ничуть не хуже, чем это делали в Лондоне или Париже. Перед организаторами выставки стояло еще одно немаловажное условие – сделать такой проект, который затмил бы Эльфелеву башню, представленную на экспозиции 1889 года. Американцы соорудили колесо обозрения. 400-летию открытия Христофором Колумбом Америки было приурочено проведение Всемирной выставки 1893 года. В честь этого ее назвали Колумбовой. Экспозиция стала одним из самых масштабных мероприятий подобного рода. На территории в 2,4 квадратных километра было построено более 200 зданий. Их выполнили из древесины и покрасили в светлые оттенки. К тому же по вечерам вся территория выставки освещалась яркими лампочками. Это место получило еще одно название – Белый город. За пару лет до проведения выставки организаторы мероприятия объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое сумело бы затмить Эльфелеву башню – визитную карточку Всемирной выставки 1889 года в Париже. Инженеры присылали сотни писем с чертежами и расчетами. Но практически все являлось повторением башни, только еще более высокой. Среди остальных своим проектом выделился молодой инженер из Линойса Джордж Феррис. Он предложил соорудить огромное колесо с кабинками, в котором бы люди могли кататься и обозревать всю территорию Белого города. Сначала идея такого аттракциона показалась всем абсурдной, но Феррис был очень настойчивым. В конце концов администрация согласилась. Но с условием. Инженер должен был сам найти деньги на сооружение колеса. Джордж Феррис сумел найти деньги. Готовое колесо было диаметром 80 метров и сидело на 14-метровой оси. Каждая из 36 кабинок была рассчитана на 60 посетителей. Стоимость сооружения составила 250 тысяч долларов США. За время проведения выставки на колесе обозрения прокатилось около полутора миллионов человек. Одна поездка стоила 50 центов. Организаторы и Феррис получили огромную прибыль от этого аттракциона. Вот так с колеса обозрения, построенного в США, начался постепенный захват этой страной, лидирующих позиций по всем направлениям в мире. До свидания. Мир вашему дому. И до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok